Традиционно во время школьных каникул проходит всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди детских дворовых команд. Календарь соревнований построен таким образом, что дает возможность всем школьникам принять активное участие в играх. В нашем районе в первом этапе приняло участие более 7 тысяч ребят. С началом лета на Кубани стартовал крупнейший футбольный турнир для детей. Главный трофей, который достанется победителю – кубок губернатора. Соревнования проходят среди дворовых команд во всех муниципальных образованиях края. Проводится турнир в трех возрастных группах в три этапа. Победители муниципального этапа соревнований приехали представлять свой район в Славянск на Кубани. Юных футболистов поприветствовал заместитель главы Славянского района Александр Заволока. По поручению Романа Ивановича Синьевского, главы муниципального образования Славянский район, разрешите вас поприветствовать на нашей славянской земле. Пожелать вам, чтобы эти соревнования прошли очень зрелищно, ярко. Чтобы каждый из вас проявил свои как индивидуальные качества, так и, конечно же, командное мастерство. И, конечно же, результатом стало то, что победит сильнейший. Зональный этап соревнований принимает муниципалитет с наиболее подготовленной спортивной базой. В нашей зоне это Славянский район, который уже не первый год становится площадкой для проведения краевых и всероссийских соревнований. Славянский район, на мой взгляд, это район с очень богатыми футбольными традициями. Изначально руководство этого района беспокоилось и за спорт в общем, и за то, что происходит в футбольном мире. Создавая сборную команды Краснодарского края, мы всегда просимся к вам в Славянский район, для того, чтобы здесь пройти тренировочные сборы. Поэтому нам всегда у вас приятно находиться здесь, всегда гостеприимство. Ваше руководство всегда с удовольствием нас встречает. В младшей возрастной группе побороться за выход в финал приехали 8 команд из Абинского, Северского, Темрюкского, Крымского, Красноармейского районов и городов Новороссийск и Анапа. Настрой перед игрой у всех боевой, ведь здесь не будет второго и третьего места, а потому нужна только победа. Мы приехали с Темрюкского района, с города Темрюка. Ну как приехали? Приехали, конечно же, побеждать и получить побольше опыта, потому что ребята только-только начинают у нас играть, чтобы вместе они в сплочении были, получше, получше. Больше опыта получили, вот самое главное. Ну конечно, что-то победить. Будем стараться победить, потому что тренировались хорошо, упорно. За выход в финал будет бороться и команда Славянского района. Ребята стали лучшими в своей возрастной группе и в сегодняшней игре намерены закрепить успех и выйти в финал соревнований. Все очень готовы, на все 100 выложимся. Супер самоотдача будет. Как сказали, так и сделали. С первых же минут игры с командой из Крымского района славянцы взяли инициативу в свои руки и буквально через несколько минут открыли счет. По накалу страстей и мастерству юных футболистов игра ничуть не уступала чемпионату мира по футболу. В напряженной борьбе славянцам удалось одержать победу. Команду Крымского района они обыграли с разгромным счетом 6-3. Но после спортивная удача отвернулась от славянских футболистов. В следующей встрече с новороссийцами они проиграли, а значит не выйдут в финал. По итогам всех соревновательных дней в краевом этапе турнира примет участие команда города Новороссийска, ставшая лидером в младшей возрастной группе. Финальные игры за Кубок губернатора состоятся в Краснодаре с 8 по 11 августа. Будем надеяться, что в средней и старшей возрастных группах славянцам повезет больше. Результаты их игр станут известны в конце недели. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа «События». Спасибо.